ребята всем огромный привет только можно сказать доделал микроавтобус ну и буквально обратился человек с ремонтом тоже сварочной работы вот такой автомобиль и цубиси pajero у него проблема автомобиль старый ему уже 30 лет и у него вот сгнила рама вот так вот начинается отсюда пошла вот сюда вот эти вот задней части попросил это подлечить вылечить не знаю что-то буду все это выпиливать тут конечно погнило сильно там внутренняя стенка что-то живое еще он говорит вот это вот сделать с этой стороны вот так а со второй стороны тут небольшая проблемка вроде бы поменьше сгнившие только вот это вот середина но здесь стоит регистрационный номер очень близко почти что здесь до отверстия но расстояние есть выпилю по минимуму посмотрю что там ну вот такой вот ремонт вот тут машина мойки походу не видала ни разу потому что мы вот здесь вот валяется шелуха ржавчина это то что мойкой сбилась а отлетела ну вот надо как-то это все заделать выпилил я часть рамы ничего хорошего здесь ожидать не пришлось и так как если вот такие вот уже дыры вышли наружу значит внутри все уже сгнило сама рама вот этого часть она то там сгнила получается там двойная стенка здесь стоит усилитель обвернута была рама и она вот сгнила уже вот такая вот труха отсюда высыпалась все это выгреб ну да металла где можно вырезал вот такие вот вырезал такие вот шаблончики сюда и 2 вот сюда металла вырежу их и варю отсюда здесь еще что-то целое есть от рамы осталось а здесь ее вообще нету поэтому надо будет усилить пока полностью выпиливать не стал чтобы не ослаблять саму раму дальше буду размешаю пуш сало и добавлю отработки добавлю пластилин во внутрь рамы буду задувать начнут лонжерон туда то есть саму раму туда задую потом а здесь все равно будет кусочков то есть один кусочек латки когда поставлю буду заваривать опять задую потом еще опять задую потом с той стороны начну то здесь до середины сделаю за си усилию и потому что сразу не получится сделать потом задуть а если сразу здесь задуешь материал пуш сало загорается легко будет когда будешь варить то может воспламениться поэтому буду делать по частям состав покажу у меня железки валяются здесь обработанные таким составом то есть такая вот гневая часть специально обработал ее вот валяется на улице то есть коррозия не прогрессирует вот это вот здесь больше пластилина чем пуш сало она более такое не жирная но это уже железка валяется такая ржавая была является уже больше года на улице ну это же как бы как видно ржавчина не прогрессирует ну так тот все это будет выглядеть буду продолжать что-то делать не знаю получится здесь все это хотя бы до металла добрался вроде бы на все ржавое получится ли приварить хорошо ну как то хотя бы надо будет все равно здесь а поставить усилителя ну такие ладочки у меня получились а шуй конечно тут а стараться идеальные делать не получится потому что все это приварить к ржавчине изнутри ладки промазал уж сам с пластилином ну что-то вытекло все равно вот пятнышко есть вот размазана здесь краешек что-то все равно там законсервировалась а саму раму промазывал ладки трубы здесь обварил по кругу они были выведены наружу но я этого делать не буду я их тоже задую туда здесь я закрою сплошным чтобы грязь туда не летела смысла их выводить сюда нету все часть работы сделано сейчас буду делать трафаретики сюда шаблончики задувать приваривать потом опять задувать следующий шаблончик и так до серединки здесь сам последняя здесь я буду делать потом начну оттуда продолжая вот процесс двигается потихонечку начал заваривать это уже здесь два кусочка здесь прямой внутри задувая вот такая вот бяка там видно не будет их телефон не влазит не влазит телефону то есть задуваю и завариваю сейчас начну вот оттуда делать в эту сторону здесь уже последний кусок заварится потому что его задуть уже наверное не получится помажу его там изнутри но варится что-то подгорит вот такая рама получается потихоньку двигаемся забываю таким пистолетом для антигравия то есть развожу пуш сало я делаю килограмм пуш сало килограмм пластилина ну и отрок отработка тоже один к одному все это происходит отработка зависимости что делаешь ну здесь добавляю потому что внутри все это разогреваю заливаю сюда и дую уже в раму все уже нараконечный покажу здесь заварю конечный результат потому что снимать здесь особо нечего осталось вот сделать здесь и вырезать все это еще как бы крепление как-то его надо будет обрулить маленькая посмотрим когда вырезать будем маленько изменились а планы вот это место я не доделал здесь все закончил и уже вечером сидел думал я говорил что смысла нет приваривать сюда трубы то есть кусочки именно ввиду от них толку нету но все равно вчера подумал думаю трубы там уже почти сгнившие уже тонкая стенка осталось а если они оторвутся то здесь я в принципе вся нагрузка вся рама держится вот ну здесь вот хоть и есть пластина две трубы проходят поперек соединяют раму и сверху пластина в нее пружина упирается то есть вся рама держится вот на этой конструкции ну то есть будет плохо если не дай бог они оторвутся начнет там раму куда-то ломать выгибать ну и тогда подумал думаю просто надо меньшего диаметра во внутрь сколько влезут засунуть обварить их и уже закрыть здесь и пластины трафаретик уже сделал трубы я уже вварил трафаретик с металла вырежу пластину и вот так и обварю обварю трубы но единственное здесь заглушу их чтобы туда грязь не летела также задую туда мастики самодельные и заварю погода не очень моросить начинает вот это будет сторона готова также сделаю с той стороны так будет мне кажется по надежнее все таки в итоге вот такой результат получился заварил трубы сделал здесь заглушки зашлифовал его пятачки остались а ну все эта сторона готова и останется сделать ту сторону ту сторону снимать не буду все то же самое как и с этой вот я закончил ремонт данного автомобиля все покрасил так то это все теперь выглядит также со стороны где был номер номер химии обработал ржавчину читается конечно уже там циферки совсем уже плохо видно но его замажу пуш сало с пластилином пластилину побольше пуш сало поменьше сделаю и замажу его ну все осталось опоставить колеса и в добрый путь как обычно не прощаюсь и до новых видео всем пока